МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии главный врач Самарской больницы номер 10 Дмитрий Лисица. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый день, ИНС. Мы грамотные люди и знаем, что онкозаболевания лечат в онкодиспансере. Ну а при чем здесь тогда все городские больницы, и в том числе вот та тема, о которой мы сегодня будем говорить? Вы понимаете, онкологические заболевания, они по-прежнему занимают второе место в структуре по степени важности, в структуре смертности населения. И поэтому один из краеугольных вопросов онкологической патологии – это ранние выявления, получение полного спектра диагностических услуг с целью подтверждения диагноза онкологического заболевания и максимально сокращение сроков направления именно в онкологический диспансер для проведения уже специализированных видов медицинской помощи. Поэтому и было принято решение о создании так называемых центров амбулаторной онкологической помощи, работающей на несколько территорий, где сокращаться будет время проведения прежде всего вот этой клиникодиагностических процедур. А сколько времени? Это же не очень новое понятие САОП. Сколько времени уже? Третий год это. Это программа. Да, это программа в городе Самара третий год. Центры амбулаторной помощи были открыты в восьмой городской больнице, в четвертой, в седьмой городской больнице. В прошлом году, в конце года, открылись в шестой городской больнице города Самары. А в текущем году будут открываться в нашей десятой городской больнице, а также в четвертой поликлинике города Тольяйца. Мы побывали на стройке у вас. Сейчас буквально вот через несколько секундочек посмотрим этот сюжет. А при каждой ли поликлинике вообще планируется? Или все-таки нет? Это выборочно будет? Нет, это пока проект, который подразумевает под собой та точка, в которой будут стекаться с разных муниципальных районов области или внутригородских районов города. А вот чем отличается САОП от первичного онкологического кабинета? Ну, они так худо-бедно существовали при поликлиниках раньше. Понимаете, они существуют до сих пор и будут существовать еще, наверное, долгие годы. Просто Центр амбулаторной помощи – это то место, где в одном здании, в одном помещении собирается не только врачи-онкологи, но в том числе и, прежде всего, клиника-диагностическая служба, а именно эндоскопическое оборудование в виде фиброскопов, колоноскопов, бронхоскопической аппаратуры. Это аппаратура ультразвуковой диагностики, это рентген-аппараты, маммографические аппараты, ну и в большинстве случаев это также компьютерные томографы. Все это аппаратура, прежде всего, рентгеновская, она цифровая, позволяющая организовать двойное прочтение данных рентгеновских снимков не только на базе данного Центра амбулаторной помощи, но и в том числе с участием специалистов Самарского областного онкологического диспансера. Вот сейчас еще поподробнее поговорим и про диагностику и по оборудованию, наверное. Но давайте сейчас, как уже обещали зрители, посмотрим вашу стройку, что там у вас происходит. Снизить смертность от онкологических заболеваний возможно, если диагностировать рак на ранней стадии, отмечают медики. А для этого необходим не только штат высококвалифицированных специалистов, но и дополнительные амбулаторные центры онкологической помощи. В настоящее время в регионе их шесть, четыре в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Совсем скоро подобное откроется в Куйбышевском районе на базе 10-й городской больницы. В центре смогут обслуживаться до 200 тысяч человек. Население понимает, одобряет и все с нетерпением ждут открытого центра, потому что это избавит от необходимости как раз постоянно идти в город и обращаться в онкологический центр. Для пациентов откроют маммографические рентген-кабинеты, кабинеты бронхо и гастроскопии. Отдельно будет принимать врач-онколог. Создание таких центров направлено на раннее выявление раковых заболеваний. Своевременное лечение позволит избавить больного от злокачественной опухоли и сохранить качество жизни на прежнем комфортном уровне. В ЦАОП может обратиться пациент и получить консультацию врача-онколога, пройти диагностические исследования для установки или исключения диагноза злокачественного образования. И в дальнейшем он может быть направлен на специальное лечение, либо в областной онкологический диспансер, либо в пятую городскую больницу города Тольятти. Амбулаторный центр онкологической помощи в Куйбышевском районе Самары своих первых пациентов примет уже в ноябре. В здании завершаются строительные работы. Они выполнены на 90%. По итогам 2021 года в ЦАОПы региона обратились 19 тысяч человек. За пять месяцев этого года порядка 15 тысяч пациентов получили необходимую помощь медиков. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Дмитрий Лисица, главный врач Самарской городской больницы номер 10. Говорим мы о центрах амбулаторной онкологической помощи. Вот та стройка, которую мы видели, это вообще с нуля, это новое здание? Нет, это не новое здание, это здание более 50 лет, то есть оно использовалось в качестве терапевтического отделения, имеет несколько входов и мы разделили сейчас потоки, да, то есть амбулаторный центр у нас будет располагаться на первом этаже, и пока на втором этаже продолжит свое функционирование круглосуточный стационар. На 90%, как мы услышали, есть сюжеты, уже все готово? Ну, у нас ремонтные работы движутся к концу. Мы начали ее еще в мае месяце и планируем в течение ближайших 10-15 дней завершить, полностью подготовить все помещения для установки оборудования, ну и дальше останутся вопросы чисто юридические, оформление санитарного заключения, а также получение лицензии на данные виды медицинской помощи. Но задача стоит к ноябрю открыться. Задача стоит открыться в ноябре. Будем надеяться, что как нас не подводят строители, так же не подведут и поставщики оборудования. Сегодня, вот могу сказать, у нас уже первые ласточки по оборудованию начали поступать, мы начали их монтировать. Я правильно поняла, судя по сюжету, что вы работаете в тесном сотрудничестве с Самарским онкологическим диспансером? Да, это, наверное, самая главная вот эта связь с главным и профильным учреждением онкологическим нашей области. Все с них начиналось, рисовался вместе проект. Определяли штатное расписание, набор помещений, логистика. С ними же обсуждается, как будет выстроена последующая логистика пациентов, которые будут направляться к нам. Потому что подразумевается, что в наш центр будут направляться, прежде всего, жители южных и юга, получается, восточных районов области. То есть это Нефтегорский, Алексеевский, Большечерниговский, Большеглушицкий районы. Это город Новокуйбышск. То есть то, что идет по транспортной доступности в нашу сторону. Ну и, конечно же, наш дорогой, любимый Куйбышский район. Ну, такое сотрудничество с онкологами внушает, конечно, уверенность и надежду, поскольку все-таки это специалисты и люди, которые работают с таким заболеванием много лет. А вот центры амбулаторной и онкологической помощи в России вообще задуманы как центры, которые работают по принципу зеленого коридора. Я уже сказала вначале. А что это вот в реальности означает? Ну, это в реальности означает то, что в соответствии со всеми программами, государственной программой, программой государственной гарантии от момента, когда пациент пришел в любую точку нашей области к любому врачу и врач или фельдшер на фельдшерском пункте заподозрил наличие онкологического заболевания до момента, когда начато уже специализированное лечение в условиях онкологического центра должно проходить не более 14 дней. И вот как раз центры амбулаторной помощи и призваны, чтобы не во всех населенных пунктах есть весь набор оборудования, существует кадровая проблема в медицинских учреждениях, чтобы пациент, ну, к примеру, скажем, Большечерниговского района был обследован в один день, в тот момент, когда его фельдшер с фельдшерского пункта направят непосредственно в наш центр амбулаторной помощи. В максимально короткие сроки наша задача провести обследование, взять необходимые биопсийные материалы, направить их на обследование, подтвердить диагноз и уже передать в руки специализированному диспансеру. Но мы не можем говорить об онкологическом центре только как вот о центре диагностическом, потому что у него еще есть и другие функции, да, это и функция палеотивной помощи онкологическим больным, это проведение восстановительно корректирующей терапии в результате развившихся осложнений, в результате той же самой химиотерапии, проводимой в онкоцентре. Для этого открывается в рамках центра амбулаторной помощи дневные стационары, то есть получение медицинской помощи не только в условиях круглосуточного стационара, но и в условиях дневных стационаров этих центров. Вот хотела бы, чтобы об этом мы тоже еще с вами поговорили подробнее. Давайте пока к диагностике вернемся, далеко не ушли. Вот вы сказали, что задача, ну вообще задача номер один – это быстрая диагностика и направление на лечение. Но если говорить о диагностике, то чего уж греха таить, ну хромает она у нас нередко вообще везде. И для того, чтобы вот она была эффективной, действительно, наверное, нужны какие-то условия. Вот по-вашему они какие? Что нужно, чтобы правильно обследоваться? Это очень важно. Понимаете, здесь, конечно, прежде всего это аппаратура, потому что она должна быть экспертного класса, позволяющая увидеть мельчайшие подробности при проведении исследования. Это второе – это все-таки специалисты, которые в том числе будут работать в нашем центре. Специалисты нашего учреждения перейдут, потому что это будет одно из структурных подразделений больницы. Те люди, которые ежедневно работают во всех наших отделениях, смотрят больных различной патологии и так далее. То есть опыт, который немаловажная вещь. Ну и, конечно, условия, потому что многие процедуры требуют каких-то вмешательств, в том числе с применением анестезиологического пособия. Вот когда наш центр буквально в начале текущего месяца посещал министр здравоохранения Самарской области Армен Саакш-Себинян, мне была также поставлена задача обеспечить в этом центре все для оказания неотложной помощи, а также для проведения вот таких инвазивных, малых оперативных вмешательств с применением анестезиологического пособия. Сейчас мы это реализовываем. Дмитрий Николаевич, а вот опять-таки в случае онкозаболевания те анализы, которые делаются в ходе диагностики, они чаще всего достаточно сложные, и они, ну скажем так, разные, да, примитивно. То есть они ведь, наверное, не будут делаться на какой-то одной базе. То есть, ну, ваши специалисты, да. А вот маршрутизация именно того, где делаются анализы, и схема их быстрого прихода к врачу, вот это отработано? Скрининговые методы анализов, ну, тех же самых лабораторных анализов, так называемых онкомаркеров, они делаются в условиях и нашего медицинского учреждения, да. Если врач-онколог в результате осмотра принимает решение о проведении каких-то видов исследований дополнительных, то это та же самая схема связи и взаимодействия лабораторной службы нашей больницы и Самарского областного онкологического диспансера. Понятно, что у них лаборатории и шире, и больше возможностей, но это позволяет не брать два раза кровь у человека, не ездить в две разные точки, то есть кровь забирается в одном месте, дальше наша уже логистика по доставке биоматериала и получение результатов. – Все ли анализы делаются на территории Самарской области? Какие-то, может быть, новые генетические, гистохимические исследования? – Вы знаете, ну, онкологическая служба Самарской области развита достаточно сильно, и я думаю, что если и возникают какие-то индивидуальные ситуации, то это все равно уровень областного диспансера, и они всегда его решают. – Наверное, ну это же будет… – Это уже редкие, редкие, редкие случаи. – Но это же будет отдельное подразделение в вашей структуре, и то есть уже, наверное, есть решение, кто его возглавит. – Да, его возглавит наш врач, он по базовому образованию хирург, травматолог. Роман Владимирович Монаков, он многие годы возглавлял у нас травматологический пункт нашей больницы. – То есть это ему такое ответственное задание теперь, да? – Вы уже сказали, что одним из условий эффективной диагностики являются высоко квалифицированные специалисты. Вот если мы говорим о новом оборудовании, ну оно же совсем новое, наверное, или уже хорошо знакомое, то есть я веду речь к тому, что какое-то перепрофилирование, переобучение сотрудников, вот это вот планируется? – А в любом, при поставке оборудования обязательно условием контракта является обучение персонала для работы на этом оборудовании. Вот, и для того, чтобы, как говорится, заострить внимание специалистов, которые обладают достаточно большим опытом работы, мы, конечно же, направляем на дополнительное обучение к так называемым на рабочих местах, а именно в онкологическом диспансере, для лишний раз сделать акценты в той работе, в которой они работают многие-многие годы. – А вот сложная ситуация в мире, которая сегодня не разрушит наши планы в том смысле, что все поставки оборудования удастся осуществить? – Ну, в большинстве случаев это оборудование российского производства, либо совместного производства, но у меня как бы вот пока нет глобальных опасений в том, что что-то не случится. Сроки достаточно определены, есть сложности, есть какие-то может быть не совсем четкие там моменты, но в целом пока высоких рисков непоставки в связи с ситуацией в стране пока у нас нет. – Но мы в сюжете видели, что уже, по-моему, что-то стоит, да, под пленкой какой-то оборудования? – Да, вот как раз вчера, я говорю, привезли, сегодня мы его уже начали монтировать. Это моечные машины для промывки эндоскопического оборудования, вот вчера буквально уже разговаривали, наверное, на следующей неделе ждем поставку и самого эндоскопического оборудования, сегодня уже начали поставку мебели, ну, процесс идет. – Дмитрий Николаевич, а вот врачи смежных онкоспециальностей, ну, урологи, гематологи, химиотерапевты будут работать в этом центре? – В штатном расписании данного центра предусмотрены прежде всего врачи-онкологи, но с учетом многопрофильного стационара, которым мы работаем, больничного городка на нашем 116-м километре, да, в принципе, ничто не мешает онкологу пригласить специалиста другого профиля, у нас есть много специальностей, терапия, неврология, хирургия, травматология для того, чтобы пациент, пришедший в центр амбулаторной помощи, получил полный спектр и набор консультации всех специалистов. – Если я правильно Вас услышала, то Вы сказали, что при центре будет работать дневной стационар, да? – Да, все-таки. – А вот какая, какого рода терапия будет там? – Значит, там будет два основных направления. Это так называемая амбулаторная химиотерапия, а второе – это восстановительная и коррегирующая терапия в результате развития осложнений в ходе проведения специализированного лечения в том же самом онкологическом диспансере. Мы, я думаю, знаете, что, ну, не всегда пациенты легко переносят специализированные виды терапии, бывают изменения, связанные и с падением показателей красной крови, с нарушением работы печени. Вот как раз для этого и будет предназначен дневной стационар с целью того, чтобы мы проводили корректировку и подготавливали пациентов к проведению следующих курсов. – Ну, я так понимаю, что лучевой же терапии, конечно, не будет, да? – Нет, нет. – А, ну, не все, наверное, схемы химиотерапии тоже могут передать онкоцентр ЦАОПам? – Нет, нет, нет. Это просто вот, скажем так, начальные такие схемы, которые можно делать на амбулаторном этапе и, как правило, не приводят к какому-то роду осторожнению. Хотя, еще раз повторюсь, мы должны готовиться всегда к худшему, и поэтому создаем сейчас полный спектр неотложного терапии на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций с целью оказания неотложной помощи. – Ну, и вы тоже сказали о том, что будет организована паллиативная помощь. Вот это, кстати, достаточно ведь сложный вид помощи, и не так много учреждений у нас, которые этим занимаются и готовы заниматься. Это уже непременно будет или это какие-то дальние перспективы? – Ну, развитие паллиативной помощи, оно является неотъемлемой компонентом работы с больными онкологического профиля. – Это порой и просто банальная выписка обезболивающих препаратов, да, и назначение их, подбор противоболевой терапии, да, различных ступеней. Вот. Но сейчас паллиативная помощь, она в целом развивается во всех лечебных учреждениях, не только в центрах амбулаторной помощи. Создаются кабинеты или отделения паллиативной помощи, в том числе и для оказания медицинской помощи на дому уже тяжелобольным пациентам, да. И возможно, что в ближайшей перспективе как раз и произойдет какая-то синхронизация вот этих центров, например, ну, на базе, например, нашего больницы, да, центра и отделения медицинской, отделения паллиативной помощи, которая у нас тоже сейчас создается на базе нашей первой поликлиники, расположенной в больничном городке. Задачи даже мне страшновато, вот слушать все, что вы рассказываете, но я так понимаю, вы уже готовы. Мы готовы, мы уже работаем с декабря прошлого года над этим вопросом, поэтому у нас уже наступает потихонечку финишный этап, когда мы должны начать и принять первых пациентов. И по штату у вас уже все понятно? По штату все понятно, люди более-менее укомплектовались, ждем поставки оборудования, лицензирования и открытия. А давайте сейчас попытаемся разобраться вместе с нашими зрителями, как пациенты попадают в ЦАОП, в частности, каким образом можно будет им попасть к вам? Для того, чтобы попасть в ЦАОП, надо будет обратиться к своему лечащему доктору, в свое лечебное медицинское учреждение, там, где пациент прикреплен по полису обязательного медицинского страхования, и получить просто направление в наш ЦАОП. Он у нас будет открываться в городе Самаре, в здании на улице Бакинской, 27А. Вот в сюжете его было видно. Ну, то есть, нельзя просто вот решить, что, а пойду-ка я вот, у меня есть там какие-то подозрения, я пойду туда. То есть, вот просто так нет. Ну, у нас система обязательного медицинского страхования предусматривает направление, если это касается с другого лечебного учреждения. В рамках нашего, внутри учреждения, то, понятно, это проще, если говорить про Куйбышский район. Кабинет работал у нас в одном здании, теперь он будет работать в другом здании. То есть, как пациенты поступали к нам, приходили в регистратуру, их направляли. Также их с регистратурой будут перенаправлять просто в другое здание уже без направления. Дмитрий Николаевич, я по Москве почитала, вот, как организованы ЦАОПы. Ну, понятно, что у них все-таки опыт там огромен и, наверное, лучшие умы собраны, да. Но, тем не менее, например, вот в Москве существует система такой сквозной записи, когда пациент приходит, ну, условно говоря, к терапевту на прием. Терапевт что-то заподозрил, и он сразу же может его через свой компьютер назначить в ЦАОП, и не нужно больше никуда идти, ни к какому врачу ходить, сразу все. Вот. Ну, как у нас. Одно из направлений национального проекта является информатизация здравоохранения, и сейчас все лечебные учреждения работают в единой медицинской информационной системе, и поэтому большинство из них, то есть доступна электронная запись, в том числе и Центра амбулаторной помощи, и если эта система выстроена и настроена в другом лечебном учреждении, то действительно в рамках этой единой информационной системы лечащий врач может записать его к нам на определенный день, на определенное время. Электронное расписание обязательно будет существовать и, конечно же, будет доступно для других лечебных учреждений. Ну, с учетом того, что к вам люди поедут из районов, это вообще здорово, потому что карточка потерялась, где-то какое-то несогласование, это же достаточно сложно вот будет для людей просто так записаться и попасть. Ну, в рамках информатизации это все возможно. И скажите, вот важно ли, чтобы сотрудники ЦАОП могли отслеживать пациента на всем его пути, вот от момента, когда заподозрили заболевание, до момента, когда он уже вот обследуется и попадает на лечение? Вы знаете, все-таки отслеживание всего пути заболевания – это больше прерогатива лечащего доктора и лечащего врача данного пациента, того участка, где прикреплен пациент. Он должен знать все этапы, да. Все-таки задача ЦАОП несколько иная. Она именно в сокращении сроков диагностики, правильное выставление диагноза, быстрой постановки диагноза и направление на специализированные виды медицинской помощи. И оказание медицинской помощи в ходе специализированного лечения. Вот предположим, человека пациент обследовался, у вас подозрение снято на заболевание. Будет ли он поставлен на учет, взят на какой-то контроль? Потому что кто его знает? Бывает диагностика неправильная, бывает, что это скрытое какое-то начало. А в случае исключения онкологического заболевания будет выдаваться заключение, да, с рекомендациями лечащему доктору по месту жительства поставить на диспансерный учет, как с предраковым, например, заболеванием, потому что, ну, просто так не бывает. И, конечно же, этот пациент будет находиться под ежегодным диспансерным наблюдением участкового врача. Ну и в завершении все-таки хотелось бы, Дмитрий Николаевич, поговорить вообще по вопросу привлечения здорового населения к общему скринингу. Вот, что бы вы порекомендовали? Потому что, ну, все равно же мы уже обращаемся к доктору, когда уже что-то есть. Что бы как-то пораньше самим, может быть, проявить онконостороженность? Вы знаете, самое главное, что бы я сейчас порекомендовал, это пойти в поликлинику. Дело все в том, что вот этот период ковида, он привел к тому, что многие люди, многие, ну, последние два года не обращались в лечебное учреждение совсем. Везду того, что боялись заразиться, опасались с кем-нибудь пересечься, с температурящим пациентом и так далее. В результате этого нарушилась вот эта система раннего выявления, ранней диагностики. И поэтому самое главное, к чему мы сейчас призываем, это в том числе профилактика не только онкологических заболеваний, но это профилактика болезни системы кровообращения, которая является наиболее значимой в структуре смертности населения, это прохождение ежегодной диспансеризации и профилактического осмотра в лечебных учреждениях по месту жительства. Это, наверное, сейчас крайне важный момент, потому что за два года пандемии накопились болезни, которые, к сожалению, остались незамеченными, невыявленными. А, как вы правильно сказали в начале нашего разговора, ранняя диагностика, постановка диагноза на ранней стадии является краеугольным камнем в лечении, эффективности лечения онкологических заболеваний. Действительно ли там такой важным подозрением уже является необоснованное поднение гемоглобина? И тут здесь уже точно прям нужно насторожиться? Ну нет, это не всегда онкология. Это не всегда онкология. Дмитрий Николаевич, ну я благодарю вас за этот разговор. Пусть у вас все получится на благо здоровья нашего региона. И мы прощаемся с нашими зрителями ровно на неделю. Увидимся в программе «Звоните доктору». До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»